всем привет из сказочного солнечного батуми такие две женщины в шляпах одна в шляпе другая и в не шляпе сейчас мы идем куда мы идем вообще у нас есть идея мы хотим создать врачное агентство очень много грузинских мужчин здесь и мы хотим помочь женщинам таким смелым как мы просто менять свою жизнь переезжать более лучшие условия искать свою половинку не хочу сказать мы все изначально с рождения цельные целые поэтому никаких половинок мы не ищем просто ждем таких же как мы девушек женщин которые хотят кайфовать от жизни реально вот сейчас идем мы снимаем для вас вакс расскажем какие дни работают как вообще здесь проходит как здесь проходит следующее бракосочетание такое торжество для каждой семьи новой которая рождается и расскажем выходные дни сколько стоит зарегистрировать ваш брак если вы не знаете как это все таки страна больше мужчин потому что в грузии население мужчин больше женщин до статистика в россии очень печально вообще статистика и в мире очень печальная по разводам да вот эти уже что 90 процентов разводов вот так как здесь есть выбор выбор есть это уже радует понимаете здесь вообще женщина не остается никогда без внимания мужского и поэтому на самом деле мы хотим добрые дела тела тела еще недавно вообще смотрела такое что говорят что в грузии там на набережной плату не вы не можете спокойно ходить то есть вам привязываются то есть вам не комфортно я вам хочу сказать что нет такого никто тебя за руки не хватает никто тебя никуда не тащит ну то есть все абсолютно адекватно о такую штучку надо матвею купить что скатался там классно и милане вот такой главный кстати был такой запрос год назад еще мы ехали с ней она мне показывает на мотоцикл и говорит мам ты мне купишь такой дочь реально ну ты нормальная вообще мы рассказывали про отношения женщины здесь относятся очень уважительно вы заходите в какой-то транспорт в общественный метро или где-то встает и уступает вам место вот сколько я здесь нахожусь я не видел чтобы мужчина сидел перед женщиной то есть ну так вот продолжаем разговор с вами по-прежнему василина n 2 лиса и сицилия мы находимся в батуми в сказочном солнечном сегодня не очень дымка но ну как бы очки нам все равно это и жажда не что имидж имидж не что жажда все у нас наоборот вот и мы сейчас идем по набережной и рассказываем вам о наших планах вообще на будущее наше ближайшее будущее вот и направляемся мы сторону загса посмотрите как у нас тут вот все замечательно красиво башня алфавит вот вчера мы ходили по хрущевкам и мне написали очень много комментариев директ что василина тебе надо элитку снимать игры на литку все снимают елки-палки вообще ну вот все уже снимают блогеры в батуми эту набережную алфавиты все там все прекрасно все хорошо на самом деле мы хотим город показывать и не просто эту сладость приторную да здесь кайфово и нам тут нравится поэтому мы здесь но мы хотим показывать вообще разные стороны этой жизни вот не только какие-то там моменты ну так тот кто сюда хочет приехать он же не хочет быть заблуждение поэтому мы хотим рассказывать и минусы тоже есть там минусы дать в любом в любой стране в любом городе поэтому мы с вами хотим по чесноку делиться вся правда как смотрите вот такие ветра дорогие друзья не пропустите прогулку по черному морю всего до 30 минут мы обещаем не забывание моря и много позитива понятно много позитива вам обещают здесь вообще дети бесплатно рассказывать на разных языках англоязычном грузинском и на русском международный город конечно поэтому тут все нормально самое классное что здесь нет никакого языкового барьера для русскоговорящего населения вообще прекрасно все понимают со всеми можно договориться и найти общий язык и не только не только язык мы сейчас проходим мимо колеса обозрения ну и конечно же известная вот такая вот арт-сооружение как олени но вот смотрите они так медленно движутся они входят в друг друга и выходят ну по грузински все ходят и выходят замечательно выходят короче олени но пожалуйста вот вы просили нам показывать красоту мы показываем вам красоту на улице все равно очень тепло что вам еще рассказать да вы не стесняйтесь пожалуйста ребят пишите вопросы потому что ну действительно это дает нам какой-то вообще вектор но движения что интересно ждем ваши комментарии будем очень рады пишите кстати там написали нам комментарий про дзюдо ближайшее время мы все узнаем и сделаем вам ответ на видео ролик да еще по орби задавали вопросы чтобы показали видео сняли про орби ну будем в общем стараться все снимать и мы себе вообще поставили такой медиаплан действительно социальная жизнь и для людей которые хотят переехать особенно для девушек с детьми которые хотят ну поменять свою жизнь мы просто велкам помощь мы протягиваем руку и вообще можем вас здесь встретить поддержать рассказать что как там по покупке квартиры совсем скоро я сделаю обзор по своей квартире потому что уже сейчас у меня там подготовительные работы там установка сантехники и я ну вот буквально там завтра-послезавтра уже начну снимать ролик по своей квартире полностью я буду делиться своей история что собственно говоря я и делаю уже два месяца как я прибыла сюда и безмерно этому рада мы шлем вам лучки любви счастья с грузинской земли благостная во всей грузинской земли энергетика в грузии вот как-будто ты живешь в раю именно сейчас ты приехал и живешь в раю да за выбор каждого человека можно сказать что мы имеем вообще выбор но не каждый способен послушать зов свое сердце что ли весьма кстати были недавно совсем ночную жизнь я показывала города по коме ночное заведение скоро там есть бассейны с выходом на море совсем скоро начнется здесь сезон и здесь начнутся открывать вот все заведения которые находятся на набережной и здесь будет очень шумно очень людно очень классно одесса называется набережная батуми вставляет протяженность набережной батуми 10 километров да здесь есть велодорожки здесь очень классно гулять колясками наблюдайте что люди гуляют и кайфуют вон возле моря люди гуляют они ответили занимаются пока едят и бухают видите какие тут люди все машут все улыбаются и машут а мы машем всем в ответ вот как я почувствовала да что я хочу ну то что я почувствовала давно уже что я хочу уехать из россии это как бы да это один как вариант мне задают вопросы почему все-таки грузия вот один такой вот прям уже набивший аскому вопрос почему грузия ну потому что когда сюда попадает человек я еще не встречала таких людей которые прям вот ну не влюбились в эту страну которые здесь были не влюбились люди которые здесь не были они там всячески могут придумывать всякие там отговорки и там что-то себе говорит там потому что сми очень накладывает большой отпечаток для людей но тот кто здесь уже был однозначный ответ что грузия это сказка сказка и я уже повторюсь говорила что здесь хочется расти детей здесь хочется зарабатывать деньги любить здесь хочется состариться потому что это город любви посмотрите здесь какие арт-объекты здесь все про любовь я на самом деле пересмотрела очень много фильмов исторических всяких и советских фильмов про грузию и частности про батуми потому что батуми на самом деле это город любви и вот она любовь везде проявляется на каждом шагу она постигает вас на каждом шагу да где бы ты не ступил везде есть любовь что правит миром конечно же она по-грузински я тебя люблю еще не кварха запоминайте скоро вы приедете в грузию самые главные слова слова вам надо знать слово которое обязательно а еще мы на треба потому что уехав отсюда вы будете говорить это неважно на каком языке мы на треба я включаю по тебе это на грузинском но вы поймете вообще смысл этих слов невозможно не любить вот эту красоту но это нам нужно каким быть человеком чтобы это не почувствовать я не знаю таких людей я не встречала в общем приезжайте мы вас встретим до почувствуете все вы почувствуете и нашу любовь тоже на крещение мы кстати здесь купались я продолжаю здесь заниматься маржеванием до собаки тут вообще все видите они с бирками на ушах они стерилизован ожидали да то есть смотрите мальчик приседает там все хорошо нам бы тоже по приседать немножко мы выпили коньячка вот потому что тоже хорошо сколько ты оставила то потерял кеды вот еще одни спортивные сооружения для детей для взрослых да кстати по поводу того что вот здесь стоят лавочки спортивные сооружения беседки вообще в городе Батуми я вам хочу сказать никто ничего не ломает здесь наоборот все строят все развивают и люди бережно очень относятся к вуществу вот аллеи куча стоит лавочек урны то есть ничего не громят вандализма никакого нету поэтому здесь на самом деле очень миролюбивые люди они очень читают традиции закон то есть нету такого что здесь вот знаете во все за все время которое живу в грузии вообще я например здесь не видела чтобы здесь кто-то валялся на земле то есть напивался и падал где-то валялся тут вот нету такого здесь традиции то есть застолье то что люди собираются пьют кушают нет такого что потом кто-то там кидается на кого-то или женщина боится пройти там кого-то пьяного встретить то есть вы здесь все будете чувствовать в безопасности все наши зрителям я думаю что здесь тоже какой-то будет клуб да тут бесчисленное количество представьте на территории побережья 10 километров расположены всякие в сезон ночные клубы дискотеки лаунж зоны ресторан виде корабля просто вот и море тебе и бассейны пожалуйста рис с ресторанами вместе с ночными клубами ну начиная жизнь тут очень активная в сезон а в зиму зимнюю спячку в пяточке вот но сейчас вот уже солнышко и все начинает потихоньку просыпаться май-апрель ну и все и в июле конечно в июне уже все тут просто город превращается в муравейник все начинает просто кипеть жизнь кипит так как город курортный заработок тут в основном в сезон у людей у местных ну вообще как бы рестораны здесь по сравнению с россией с москвой недорогие здесь вообще продукты недорогие то что здесь во первых все растет фрукты овощи ну например если вы пойдете в хороший ресторан ресторан закажите там вина несколько блюд вы поужинаете на 2000 рублей примерно вот так вот это прям такой выше среднего ресторана будет по цене в общем приехать сюда и хорошо отдохнуть при этом ни в чем себе не отказывать не понадобится много денег на тратить там на еду или на спиртное здесь с этим все вообще нормально со спиртными здесь вообще все хорошо да кстати хотели вам рассказать что здесь нет такого закона что после 11 вечера 23 00 вам не продают спиртное здесь продают его круглосуточно каждый день без выходных без прорывов на обед до везде поэтому здесь нету ограничений в этом плане кстати мы прошли тут было еще такое вот сооружение сейчас она конечно не работает уже но в какие-то времена буквально там вот до советские времена были когда здесь была чача текла прямо с фонтана на улице на набережной называется дом чачи и туда можно было просто подходить наливать нам 5 литровую бутылку чачи и ведь просто ну вот и это было все бесплатно вот это вот просто грузия вот понимаете это какая-то вот менталитет культура грузии это не знаю даже как объяснить я была во франции в германии я путешествовала по испании но я не видела вот этого гостеприимства до того гостеприимства вот этой вот хлебосоль насти грузинской такого нет нигде во всем мире и это вам скажет любой человек который знаком хоть чуть-чуть прикоснулся к культуре грузии я тебе говорю да у тебя есть борода я говорю здесь милана на площадке вечером здесь сидят молодые люди там всякие там девушки парни подростки играют на гитарах класс нибудь поснимаем вам ночную ночную набережную все вот мы бульвара вот такой вот бульвар смотрите это велодорожка и вот она 9 километров идет 9 10 километров вот мы свернули с бульвара сейчас мы идем наша цель загс все-таки загс сегодня нашу цель загс вот ну и вообще интересно подискутировать с вами на тему вот именно брачного агентства которое мы хотим открыть здесь один из одно из направлений еще нашего такого развития и экспансии наши здесь в грузии это будет брачное агентство мы решили ну потому что если есть предложение такое большое в качестве грузинских мужчин если есть спрос со стороны допустим россии белоруссии украины почему нет почему нет да я скажу тебе да так что сейчас мы будем формировать базу девочки призываем вас сотрудничеству хотите есть желание welcome 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 да